Дорогие друзья, сегодня день первой годовщины, первого в истории человечества полета человека в космос. Мне хочется от всей души искренне приветствовать вас и поделиться с вами некоторыми мыслями по этому поводу. За прошедший год со дня полета советского космического корабля «Восток-1» на борту с советским человеком, мне, участнику этого полета и свидетелю восторженного отношения к этому великому событию наших советских людей, людей всего земного шара, просто и искренне хочется поблагодарить всех тех, кто принимал участие в создании мощной ракеты, которая вывела меня на орбиту, в создании замечательных систем и самого космического корабля «Восток-1», кто вложил свои души, сердца, умения, свой труд в это великое событие, в это великое дело, которое было совершено 12 апреля прошлого года. Слава вам, чудо-ученым, чудо-мастерам! Полет советского корабля «Восток-1» открыл не только новую веру в освоение космоса, он явился вестником мира и доброжелательства народов нашей Родины, строящей коммунизм ко всем народам Земли. После успешных полетов в космос двух советских людей, моего полета и полета Германа Степановича Титова, который продолжался более 25 часов и облетел он более 17 раз вокруг земного шара, семья космонавтов пополнилась еще одним космонавтом, американским космонавтом Джоном Гленном, который совершил свой орбитальный полет вокруг земного шара, выполнив три витка и пробыв в космосе около 4,5 часов. Но мы знаем и верим, что семья космонавтов будет пополняться с каждым годом, и их все будет больше и больше. Советские люди — мирные люди и на Земле, и в космосе. Совсем недавно это с новой силой было подчеркнуто в послании Никиты Сергеевича Хрущева президенту США господину Кеннеди по вопросу изучения и использования космического пространства. Четкие и ясные эти предложения главы советского правительства нашли горячий отклик у всех народов. Ведь их осуществление дало бы возможность отказаться от обременительной и бесполезной гонки вооружений, быстрее направить могучие и объединенные усилия великих держав на новые научные открытия в космосе. И еще об одном хочется сказать, дорогие друзья. В этот знаменательный день о счастье жить и трудиться в моей отчизне. Вместе с вами, моими соотечественниками, строить самое светлое, самое прекрасное общество на Земле. Слава нашей великой Родине, слава родной Ленинской партии, слава советскому народу, творцу всех наших побед на Земле и в космосе. Да здравствует мир!